Всех приветствую на канале Мир Пива, с вами снова Юлия Сергеевна. В прошлой передаче я дегустировала Russian Imperial Stout от компании Saldans. Сегодня я буду дегустировать Russian Imperial Stout от компании Konix. Это пиво выдержалось также в бочке из-под виски 6 месяцев, горечь 40, экстрактивность 32, алкоголь 12,5. Не такой крепкий как прошлый вариант. Будем пить из соответствующего бокала. Ну что ж, приступим. Приступим к дегустации наконец-то. Льется такая консистенция, по-видимому, тоже плотненькая. Пены вообще нет, цвет темно-коричневый. Ощутим аромат. Сладкие нотки, легкие алкогольные нюансы. Нотки темных сухофруктов, карамельные и легкие-легкие алкогольные нюансы. Ну они не портят картину. Приятный сладкий аромат, не интенсивный, слабенький такой, но приятный сладкий. Попробуем. Во вкусе карамельная сладость, кислинка. Карбонизация как будто бы отсутствует. Горечь такая легкая, легкая-легкая горечь поджаренного сахара, такая вот карамельная какая-то. Легкая, послевкусие сладкая, алкогольный характер нежгучий, но согревающее тепло ощущается. А так пьется легко, консистенция, да, плотная, такая вот маслянистая, алкоголь не обжигает, ну вот согревающее тепло, повторюсь. Пьется легко, приятно, такая вот вкус, баланс во вкусе сдвинут в сторону сладости, конечно же. Такое сладенькое, интересное. По сравнению с предыдущим экземпляром от пивоварни Салденс, конечно, намного легче пьется. Даже девушкам могу уже порекомендовать, потому что тот вариант такой крепкая, прямо обжигающая. А здесь уже такое вот мягкое, сладкое. Ну, вкус такой тоже благородный, скажу я. Таких вот нюансов бочковых, чтобы не ощущаю. Ну, вот вкус насыщенный, сладость такая вот темных фруктов, может быть, вот вишневого варенья, вот такого сладкого. Такая вот сладость вкусненькая. Подвожу итог. Мне это пиво очень понравилось. Мягкий вкус, алкогольный эффект не жгучий, но согревающее тепло ощущается, пьется легко. Вкус такой вот интересный, сладость напоминает настойки фруктовые какие-то, вот такие сладкие, на травах настойки, сироп. Вот что-то такое, вот и консистенция такая соответствующая. В послевкусии не сухое, такое вот тоже мягкое. В послевкусии даже проявляется хлебушек, вот корочка черного хлебушка. Ну и сладость, слабенькая сладость. В общем, все-таки, скажу я вам, созревание в бочке из-под виски придает интересные такие вот вкусовые ощущения такому пиву, так что пробуйте. Повторюсь, для женщин этот вариант будет более приятный, чем вот пиво от пивоварни Салден. Там мух для суровых мужчин. А это вот такой вот вариант для девочек. Я поставлю этому пиву 4,5 балла. С вами была Юлия Сергеевна, до следующих дегустаций. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok